Ольга Евгеньевна, Романова с нами на связи. Русь сидящая. Ольга, приветствуем. Добрый вечер. Оль, хорошее настроение у вас сегодня вечером? Да. Почему? Ну, во-первых, конечно, твиттер, телега, ну просто жгут все неимоверно. Мне очень понравилась картиночка с кувалдой, о которой разбивается самолет. Для меня это это. Человек, убивающий других людей кувалдой, который расстреливал сам лично перед троем заключенных двух гастарбайтеров, просто потому что у них другой цвет кожи и другие глаза, а потому что накануне в Белгородской области два других гастарбайтера положили 18 мобилизантов, а это вот око за око, зуб за зуб. Вообще нет. Человек, который, судя по всему, убивал пленных, человек, с руководством которого многие мои хорошо знакомые заключенные, которые просто хотели на самом деле свести счеты с жизнью, вставали и просто шли на окопы украинские, чтобы обнаружить противника, вызывая огонь на себя. Человек, который совсем недавно еще, помните, когда только пришел в Белоруссию, говорил, ай, берегитесь белорусские девки, и Вагнер идет. Хотя бы за это. Оль, как думаете, как сейчас будут развиваться события? Способны ли генералы Вагнера, командиры, начать мстить уже, в свою очередь, за Пригожина, Путину, Минобороны? Способны ли они устроить вторую попытку мятежа? Сейчас начинается второй акт. Мы вот с вами увидели такой яркий финал первого акта, да, занавес, и сейчас взволнованно обсуждаем, что мы увидели. Второй акт уже, знаете, скоро, скоро будет первый звонок, и нас позовут назад в зал, но, в общем-то, не расходитесь. Будет очень интересно. Я думаю, что Вагнер рассосется более-менее тихо, а кто не тихо, тот присоединится в камеру к Стрелкову, а то ему скучно там одному. Ну, правда, сегодня ему тоже весело. Ему тоже очень-очень весело. Очень интересно, что как совпало. Мы с вами вчера узнали новость про то, что генерал Суровикин отставлен. Ну, то есть, читать следует, что за два месяца допрошен, как следует, вдоль и поперек исследован, взвешен на весах и признан легким, но не он, а Пригожин. Все-таки Пригожин признан виновным. Суровикина пока ждет вот такая кара. Его пока отстранили, что будет дальше. Но, видимо, по итогам бесед с Суровикиным вот с такой вот помпой был отправлен на тот свет. В общем, весь командный состав Вагнера. И давайте-таки не будем забывать, что не только Пригожин, который был менеджером, очень талантливым, сволочь, управляющим этим Вагнером, но и реальный создатель ЧВК Вагнер Дмитрий Уткин. Не будем забывать еще и про это, что здесь не только там правая рука, левая рука, а здесь еще и головной мозг и военный талант. Он был фашистом, но военный талант при этом имел. Очень любопытно, что будет в Африке, очень любопытно. Но я так думаю, что ЧВК Редут Олега Дерипаски уже готов занять это место. Свято место пусто не бывает, действительно. Тем временем приходит сообщение из Беларуси. В районе лагеря ЧВК Вагнера в Беларуси наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета. Об этом сообщает издание «Белорусский Гаюн». Еще одна новость тоже касается Беларуси. Туда прилетел транспортный самолет ИУ-76 в ВКС России впервые за последний месяц. Белорусский Гаюн пишет, что Борг приземлился в 2055. Транспортник может вмещать до 225 человек. С чем связан, однако, прилет ИУ-76 в Беларусь не совсем известный. И журналист Захаров, наш коллега, говорит, источник мне говорит, что внутри пригоженских структур стали сообщать о смерти шефа, он же Петрович, он же Жаков в юности, он же Евгений Викторович Пригожин. Похоже, что об этом уже можно говорить. Я, кстати, уловил, что вы стали говорить о Пригожине в прошедшем времени. Как будто уже не остается никаких сомнений. Действительно он погиб. Он действительно погиб, он не мог не погибнуть. Он не мог не погибнуть, просто речь шла о времени и способе. И, конечно же, то, что он еще два месяца после мятежа как-то еще поприсутствовал, собственно, говорит о том, что действительно шло расследование и приготовление к торжественной приемке его на тот свет. И посмотрите все-таки, как не стали тратить новичок, никакая там не автомобильная авария, не пропал в дебрях Африки, а вот так, показательно, в небе над Тверской областью, чтобы было неповадно, чтобы было понятно. Это казнь. И я думаю, что, может быть, у кого-то еще есть вопросы про малайзийский Боинг, как его сбили, кто его сбил, кто давал приказ. А теперь вот так, теперь и своих, совсем недавно своих. В общем, всех тех людей, которые недавно были на приеме у Путина, жали руку, провожали. Я думаю, что можно хохотать уже теперь в голос, если услышать, что начался новый этап, что это новая эпоха, что нет, это все эпоха старая, второй акт. Второй акт начинается, август. Дальше будут события, конечно, развиваться очень стремительно. Давайте не расходиться, давайте будем очень внимательно наблюдать. И уже завтра будет понятно, как это отразится и на войне, как это отразится на выборах. А это тоже отразится, потому что, собственно, к теме-то главные две в России. Выбор и война. А я имею в виду в России, в литочке. Для всех остальных, конечно, ни выбор, ни война не имеет значения никакого. Люди, как жили и не думая ни о чем, или стараясь не думать ни о чем, так и живут. Но я думаю, что и на них Пригожин произвел большое впечатление. Я просто смотрю на тюремные чаты, на вагнеровские чаты, большое беспокойство, кому что не доплатили. Какие где плюс 50 тысяч рублей, так сразу же, а, ну, наверное, все уже не доплатят, не заплатят. Конечно, да. Конечно, да. Теперь деньги у других людей. Теперь будет переделываться Африка. И я думаю, что сейчас Китай заволнуется, потому что кто туда придет? Туда придет Дерипаска с Редутом. Это будет посильнее, чем ЧВК «Вагнер». У нас на самом деле был опрос, и продолжается опрос на нашей страничке в Ютубе. Оля, удивительное дело, но вот второй популярности вариант. У нас очень много покойников теории заговора, конспирологов. 37% считают, что он всех обманул. На первом месте, да, его убил Путин. Как это прокомментируете? Ну, вы знаете, я ведь очень много в своей жизни слышала этих слухов. Наверное, дольше всего продержался живой Березовский. Ну, что мы как-то до сих пор его не встретили. Потом довольно долго был жив Михаил Лесин, который, я так помню, убили в Вашингтоне. Много еще народу так вот было под некоторым сомнением. Ну, камон, они не нужны и живые. И Пригожин не нужен живой. Он не нужен живой. Да, он много знает. Мог он это сделать сам? Не мог. Не мог. Человек, который молчит с большим трудом, с большим трудом. И, в общем, яркий, и который явно не собирался делать пластическую операцию, убегать в Антарктиду, в Африку, где его все заметили. Ну, конечно, нет. Он сам прекрасно понимал, что он смертник, естественно. Хорошо. Оль, спасибо большое. Ольга Романова, Русь сидящая, спасибо. Спасибо. Помогайте разбираться и делитесь хорошим настроением с нами и с нашей аудиторией. Спасибо. 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 Спасибо.